Приветствую вас в стенах нашего музея. Меня зовут Игорь Геннадьевич Бурцев. Я научный сотрудник отдела археологии нашего музея. И сегодня тема лекции будет посвящена засечной черте, проходящей по территории Тульского края. Но служены люди в Государевом лесу. По ходу лекций, я думаю, поясню все эти термины, почему это так называется. Начну с того, что проблема ограждения больших пространств, имперских пространств. Озаботил еще древний Китай, древнекитайские империи, которые начали строить Великую Китайскую стену. Сейчас она является, наверное, чуть ли не крупнейшим военным сооружением. Общая, наверное, протяженность ее порядка двадцати тысяч километров, но основная, как бы часть каменная, около девяти тысяч километров. И эти стены были возведены против кочевников, которые угрожали империи с севера. На протяжении многих веков стена возводилась, дополнялась, ремонтировалась и, в общем-то, в семнадцатом веке была реконструирована и расширена. Вот, ну, то есть, со второго где-то века до нашей эры и по семнадцатый век нашей эры продолжалось строительство и поддержание этой Китайской стены. Ну, дальше об этом задумались, об ограждении, так сказать, границ империи, задумались древние римляне. Уже в имперский период, наверное, где-то во втором-третьем веке были построены на границах самых, которые считались самыми дикими, против различного вида захватчиков, как против кочевников, так и против лесных племен. Были построены вот такие, ну, в основном это были деревянные стены с многими башнями, вдоль них сторожевыми башнями. Но в Англии, в Великобритании, значит, вот здесь вот два вала показаны. Эти были стены возведены из камня, но это уже была, видимо, специфика местности, поскольку дерева там не так много, как, например, в Европе, вот здесь, и здесь, и здесь, вот, и там они возведены из камня. Ну, насколько хорошо выполняли они свою задачу, сказать, тяжело, но на протяжении долгого довольно времени, практически до падения Римской империи, эти лимисы, как они, лимисы, вернее, как это называлось, назывались эти линии, то есть границы или пограничные тропы, в переводе с латыни, и выполняли свои задачи, но и, понятное дело, были разрушены несколько раньше падения империи, но с падением совершенно заброшены. Ну, и к началу 16 века подобная задача, задача сохранения территорий от набегов, ну, в данном случае уже южных наших соседей, крымских татар, озаботила московских государей. Ну, в то время Москва шла, ну, к объединению под своей властью всей страны, и, ну, можно так сказать, наверное, можно термин такой использовать, к имперской легкости некой, то есть, в возвеличивании и государевой власти, и созданию единой военной организации и военной системы. Ну, и в том числе, вот, стала задача по охране южной границы. Ну, и данная задача начала выполняться при Василии Третьем Ивановиче. Вот, первоначально синеньким, таким голубеньким цветом показано, это первый наш рубеж к югу от Москвы, который проходит по левому берегу реки Оки, и так и назывался, в общем-то, берег или береговая служба, где ежегодно стояли полки в разных крепостях. Вот они тут показаны, в этих крепостях стояли, базируясь полки, но каким образом была там устроена оборона, ну, пока не ясно, но и вряд ли там что-то возводили, может быть, предтеча Засик, которыми озаботился уже следующий государь наш Иван IV Васильевич, которого мы знаем по прозвищу Грозный. Где-то в середине 50-х годов, ну, может быть, в начале 50-х годов, скорее всего, это было связано с борьбой с Казани, и, видимо, после завоевания Казани, после того, как в 1552 году войско собралось на восток, на Казань, в это время крымский хан Девлет-Гирей пришел с юга и, в общем-то, мог бы расстроить русский поход и взятие Казани, если бы не там несколько случайностей, если бы войско русское не задержалось с отправлением на восток, и если бы Девлет-Гирей не пришел в Тулу, которая к тому времени уже была каменной давным-давно, и каменная крепость выдержала осаду, и в том числе, как уверяют, стенобойных орудий, ну, огонь стенобойных орудий, и вот после этого началось обустройство черты, оборонительные черты, так ее и называли черта, термин большая засечная черта появился позже, гораздо позже, в конце, наверное, 19-го века, и на этой черте, ну, то есть, за что взяли за основу, что взяли за основу у строителей этого рубежа, ну, взяли на тот момент нетрадиционную версию, это засеки, то есть засеченный лес, оранжевым таким цветом, показаны вот эти, то есть линии засеченного леса были проведены вот почти города Болхова, ну, нынешнего, до Рязани, Переослава-Рязанского, ну, и в центре оказалась Тула, и таким образом, ну, постепенно, не сразу, наверное, но постепенно Тула стала центром этой линии обороны, системы обороны, ну, и традиционно, как бы, мы говорим про Тульский рубеж, или Тульскую черту, или Тульские засеки, но тогда, как бы, такого термина не было, но это для упрощения, наверное, восприятия, просто. Ну, а где-то в 50-е годы, ну, не позже 50, 1554 года, по крайней мере, первый документ, который связан с созданием черты, датируется именно этим годом, началось строительство, возможно, что и раньше, но и закончилось оно где-то к 1557-58 годам, ну, просто к этому времени относятся документы, из которых ясно, что засечные леса и черта в целом уже готовы, поскольку в этих документах фигурируют некие чиновники по должности которых назывался засечный приказчик, которые, ну, межуют, отмежовывают, то есть отделяют частные владения от государева леса, то есть с созданием засечных лесов, они объявлялись заповедными и всевозможные потравы, то есть выпас скота, там, покос лугов и просто протаптывание дорожек, тропок запрещалось, и вот начиналась уже служба определенных людей, засечные стражи, которые, на которых, в общем-то, и держалась вся эта система, ну, вот здесь вот вы можете увидеть варианты засек, но насколько они правдивы, трудно сказать, возможно, были использованы такие методы, но, скорее всего, леса валили, ну, как бы, довольно стройно, чтобы не было такого особого, для самих себя не было препятствий. И вот засеки, весь этот рубеж, ну, здесь приведена схема, она не совсем точна, но пока более точно нету, будем использовать ее. Вот вы видите, вся вот этот, весь этот рубеж, от запада до востока, он разделен на некоторые участки. И, действительно, вся черта делилась на участки, которыми ведали определенные люди. То есть, ну, я об этом, к этому вернусь чуть позже. При входе в засеки мы можем наблюдать некоторые такие, ну, в настоящий момент, вокруг всех лесов, вот такие валы, с некоторыми элементами фортификации или еще чего-нибудь. Ну, некоторые исследователи так и восприняли данные вещи, посчитав это башнями, башнями и валами, защитными оборонителями, башнями и валами. Но, с одной стороны, оно выглядит, вроде бы, довольно мощно. Вот вы видите два из таких, две из таких ям, которые якобы башни. Но, насколько древние эти ямы, валы и рвы, мы пока точно сказать не можем. К сожалению, в течение нескольких столетий происходили реконструкции засек. И были ли они первоначально отграничены таким образом валами и ямами или нет? Мы сказать не можем. Единственное, что мы можем сказать, что вот эти вот валы, валы, здесь разрез, ну, условно показан. Значит, это вот вал, это ров перед ним, здесь яма с такой, как правило, с небольшой насыпью, видимо, оставшийся после копания ям. Мы можем сказать, что, но не позже 17 века начали подобными ямами отграничивать частные земли. Ну, то есть, возможно, что это было и раньше. Но именно вот в каком варианте или нет? Эти ямы назывались гранями, в них, обычно, возле них стояли деревья специальные, на которых наносили определенные условные знаки, которые являлись межой между частным и государевым, ну, частной территорией и государевым лесом. И вот, как раз, такие межевые валы, ну, или валы для межевания, исследователи эти приняли за оборонительные линии. Ну, и сами видите, вот здесь находятся леса, а отграничивающие их валы, ну, как-то находятся, ну, то есть, сейчас как бы это объяснить, по сути, они должны защищать засечный лес, и, соответственно, вот эти выступы, если это башня, они должны быть наоборот сделаны, то есть, вовне. Ну, как бы бруствер, как у окопа делается бруствер для, значит, обороны от врага. В данном случае все с точностью да наоборот, и вот, ну, путем, так сказать, как бы и натурных исследований, и логической мысли, а также после того, как были найдены документы с описанием всех этих рвов, валов и ям, и которые действительно так и называются. Они называются утины. Утин – это древнее слово, старое слово, обозначающее рубеж межа. Вот. Ну, и оно сохранилось, наверное, только в словаре далее. Ну, и кто же занимался вот этим сохранением, межеванием, поддержанием, так сказать, и строительством новым? Это была засечная стража, которая, ну, состояла из ряда, ну, как бы ступенек, что ли. То есть во главе всей черты, всей засеки, всей этой, всего рубежа стоял засечный воевода, ну, по крайней мере, в веке в шестнадцатом, в семнадцатом веке его сменил уже, ну, извините, точнее, его функции были возложены на большого воевода полка, который стоял в Туле, большого полка, и который отвечал за весь рубеж обороны. Ну, видимо, чтобы не, так сказать, не плодить сущности, решили совместить все функции. Ну, у него в подчинении, ну, по крайней мере, в шестнадцатом веке, у засечного воевода были засечные головы. То есть, если воевода ведал всей чертой, то головы ведали только отдельными участками, группами засек, по нескольку, там, десятков километров, может быть. Ну, засечный голова, значит, вот он ведал содержанием нескольких засек, то есть группами засек, но они делились по группам, там, тульские, рязанские, каширские, лихвинские, то есть назывались по близлежащим городам, и их было, как правило, две, три, четыре, несколько штук. Вот этими группами ведали засечные головы. Они, значит, сообщали воеводам об опасности, о нападении татар, значит, организовывали оборону, то есть собирали, ну, организовывали сбор местных жителей для отпора, так сказать, ну, специальные отряды создавали для обороны. И могли даже, там, принимать бой, например, или организовывать преследование, ну, совместно с воеводами близлежащих городов. В подчинении у этих голов были засечные приказчики, которые как раз ведали отдельными засеками, то есть если там тульские были, ну, тульские, известно, и Щебловская, и Картосеневская, там, еще, и каждый отдельный ведал свой приказчик. Ну, они руководили при нападении, руководили обороной прохода, который назывались ворота, прохода в засеке, и, ну, какие-то прилижающие местности. Ну, а также руководили поместными засечными сторожами. Ну, засечные сторожа были двух видов. Это поместные сторожа или ездоки, которые, значит, отвечали за кусок определенной засеки в несколько километров, и объезжали ее постоянно, то есть отсюда их второе, так сказать, обозначение. Но почему поместные? Потому что эти сторожа назначались, ну, то есть вот от голов до поместных сторожей назначались люди из числа либо московских дворян, городовых, детей боярских или дворян. Ну, то есть это были мелкопоместные феодалы, ну, и вот поэтому поместные сторожа, они, ну, то есть, вооружались так же, как и остальные дети боярские. Вот справа как раз вы можете увидеть рисунок 16 века немецкий, который изображает такого вот служивого человека. Ну, а эти уже засечные поместные сторожа руководили простыми рядовыми сторожами, они назывались приписные или дозорщики, ну, потому что они, как это, дозирали, то есть ведали еще более мелкие участки, ну, и в военное время должны были набрать небольшой отрядец из 10 человек, например, ну, там, 8-10 человек, и они выступали в качестве десятников при вот обороне своих рубежей. Ну, эти были люди, обычно набирались из крестьян или из вольных, там, охочих людей, наподобие стрельцов, пушкарей и других служилых людей. Ну, и, что еще могу сказать, если все предыдущие, как бы, категории с прекращением значения засек, ну, уже, как бы, перестали существовать к началу, наверное, 18, или к первой четверти 18 века, то, вот, приписные сторожа еще долго, ну, они селились даже отдельными слободами, и вот они долгое время еще и несли свои обязанности, и вот известно, ну, последнее упоминание таких сторожей относится к 1782 году. То есть, в это время, ну, это последние веневские засечные сторожа были переведены в казенных крестьян, и таким образом прекратилась вот эта героическая засечная сторожа. Ну, согласитесь, это довольно долго. Ну, все это вот произошло при Иване Грозном, когда, видимо, это получило, так сказать, ну, создание такой черты получило пользу, вернее, от создания черты государство получило пользу, да, что-то так. Поскольку при Иване Грозном, ну, если не считать знаменитые набеги 1571-1772 годов, когда в 1771 году была сожжена Москва, а в 1772 татар разгромили в битве при Молодях, это уже гораздо севернее нас, на другом берегу Оки, но дело в том, что в эти оба раза татары прошли не через засеки, а гораздо западнее. И, так сказать, возможно, поэтому, потому что здесь была служба особая и все эти засеченные леса, возможно, что они пошли более простым путем. Ну, а после, ну, видимо, долгое время, ну, какое-то время было мало уделено этой засечной службе, поскольку где-то, ну, в общем, долго не упоминаются все эти люди, все эти засеки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok